Такого говна я еще не пробовала никогда. Пец, какая фигня произошла. Я звонила из ТВ-экстремной службы 1-1-2. Привет, мои хорошие, с вами Селена. Начинаю влог. Сегодня у меня супер-мега стиль вообще, который я обожаю. Спорт, кэжуал, стрит-стайл. Я не знаю, как его назвать, но мне в нем очень комфортно. Кепки я вообще коллекционирую, вы помните, да? Что у меня очень много кепок, но я их не ношу, потому что я просто не знала, как их носить стильно. А теперь я знаю. И, кстати, вот это худи, огромная моя, на которой написано What the fuck? Я тоже ее не носила, потому что, мне казалось, она объемная. То есть я думала, что ее можно носить только саму по себе, потому что она, ну, то есть если ее одеваешь, не влазишь ни в одну вещь. Она толстая, объемная. Оверсайз очень сильный. Но после того, как мне Настя посоветовала брать одежду больше, тем более я люблю оверсайз. Я люблю, чтобы было все свободно и комфортно. Вот. И когда она об этом сказала, я раньше никогда не задумывалась о том, чтобы, например, если мой размер S, взять себе свитер L, понимаете, или XL. Если у меня размер S, я бы вот этот пуховик мерила бы свой размер. Ну, как бы стандартно, логично, да. И когда она мне немножко так перекрутила в этом смысле взгляд, я такая думаю, почему нет. И когда я начала мерить вот XL, что у меня мой этот пуховик, он смотрится намного круче и совсем по-другому, нежели этот же пуховик в моем размере. Поэтому сейчас я с радостью одеваю эту худи и просто влетаю в свой пуховик. Я выгляжу очень объемно, стильно. Сверху кепку, мартинсы. И просто мне кажется, я супер стильная сегодня. Сегодня мы встречаемся с девочками. Я, кстати, думала вот над этим образом. Я его не одевала, но почему-то вчера вечером я подумала, что бы я могла одеть. И мне вот этот образ пришел с кепкой. Эта кепка, кстати, непростая. Мне ее давно-давно подарили. Она из самого Лондона. Сейчас я еду на вокал, потом мы встречаемся с девочками. Вчера мы сидели до очень поздного поздна. Все кафе закрывались. Мы переходили из одного кафе в другой, потому что никак не могли наговориться. Сегодня мы тоже, наверное, с ними встретимся. Сейчас я только схожу на вокал, кое-какие дела сделаю, заведу Фоберлик, заберу свои посылки и, наверное, поеду уже, встречусь с Мирой. Вроде у нее никаких планов сегодня не было. И вечером мы планировали еще в кино пойти. Полина должна присоединиться. Так что такие планы. Сегодня суббота. Я отдыхаю, кайфую, гуляем по магазинам и болтаем, как обычно. Беру вас с собой. Блин, все хочу это снять вам. Ты за рулем в очках, потому что солнце все время светит. Снять хотела вам в своем образе, но такая халадрыгина улица, что просто я даже не хочу... Даже, ну, как бы хочется, знаете, такая расстегнутая, чтобы немного было видно, но такой холод, что ты вот так вот застегнулась, вот так вот такая быстрее до машины идешь. Невозможно. Санималась вокалом. Две песни сейчас пою. Одна. Мои океаны, мои водопады. Эту пою. Валерия. А вторую тренирую. Смотри, время истекает внутри. Сердце умоляет. Прости, я прощаю. Пламя догорает. Хочешь его забери. Смотри. Время заметает следы. В памяти стирает все кадры между нами. Видно на экране, где себя играем не мы. Вот, кстати, это к моему блогу. Где себя играю не я, видно на экране. Поэтому я никогда себя не играю. Я такая, какая есть. Ладно, все. Бегу в Фоберлик. Какие дела доделаю. И бегу в торговый центр. Созвонюсь с Мирой. Крошки мои. Вчера я снимала, значит, вам день. Да? Сейчас. Это моя новая шапочка. Ее можно вот так вот повернуть. И клево будет. Вчера начала вам снимать главный день. И когда встретилась с девочками, точнее с Мирой, мы договорились встретиться. Как-то вот не было даже... Мы как-то провели время на одном дыхании, что даже не было это. Как-то неактуально было. Вытащить камеру, начинать снимать и что-то говорить. А что она? Она вообще-то должна хорошо держаться. Провели время прекрасно. Встретила кучу своих подписчиц. Особенно в горизонте Синема. Всем сотрудникам передаю привет. Очень много сотрудников ко мне подходили. Говорят, смотрят. Так приятно. И все. И прошел день. Я опять приехала домой. Поздненько быстро села, что-то помонтировала. Сегодня день. Договорились с Леночкой встретиться. Вот тоже. Да хорошо, что хоть в сторис успела взять. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там вот чаще можно встретить. Там скорее вот, кто любит особенно мои блоги, вам будет очень прикольно там наблюдать. Потому что там все идет онлайн. И, конечно же, сегодня я успела заснять в сторис, что вот мы здесь с Леночкой, да, как-то по-быстрому эти сторис описываешь. А что-то камеру даже не взяла. Вот получается. И сейчас уже вечер. И Полина приехала с Элей потом. Они остались по магазинам гулять. Я говорю, блин, все, я целый день с малым, я устала. Я говорю, все, мы едем домой. Всем привет, всем добренькое утречко. Я сегодня вышла. Образ с моей кепкой мне очень понравился. Сегодня я оделась по-новому немножко. Немножку. Я одела свой комбинезон. И, в общем, я вся такая в черном. И сверху, и внутри. Все в черном. Вот. Ухо не вылазит тут, нет? Сегодня у нас и шопинг будет. Но я сюда поснимаю просто закадровые моменты, да. А так вообще хочу видео отдельное снять, потому что я заметила, что в этом году новогодние образы всякие разные, очень много черного. И я думала, что же мне снять? Вот Настя, например, она там снимает, допустим, что на Новый год одеть там для несовершенной фигуры, там такое что-то, да. Вот. Полина, например, сняла тоже уже там новогодние разные образы. Но все черное, все какое-то мрачное. И я решила сделать задачу. Даже уже об этом девочкам говорила. Я говорю, что это за прикол вообще. И у меня задача теперь. Я хочу Новый год сделать ярким. И если бы я куда-то пошла, я бы не хотела идти в черном. У меня должно быть либо супер все блестящее, яркое, либо нужно привнести какие-то яркие краски. И вот я хочу снять отдельное видео. Скорее всего, это будет, не знаю, на какой канал, на этот главный канал наш будет, или на второй канал. В общем, я обязательно об этом сообщу в своем инстаграме. Ну, я думаю, вы не пропустите, да? Вы же на оба канала мои подписаны. Вот. Хочу, короче, что-то придумать, и, может быть, Настя мне поможет. Ну, и на ее канал мы тоже снимаем видео. Очень полезные, потому что она все образы свои рассказывает, чем она руководствуется, когда берет тот или иной образ. Ту или иную вещь, я хотела сказать. Вот. Все, мы сейчас встречаемся, сейчас с ней покушаем, пить кофе. И, ну, как бы, сегодня закадриваем моменты, во влог поснимаю. Сегодня дождик, кстати, какой-то. Но главное, знаете, что главное? Что не холодно. Осталось у меня на 66 километров бензина. Надо бы заправиться где-то. Я так не люблю, честно говоря, заправляться, когда у меня нет наличных с собой. Но у меня, по-моему, есть какие-то наличные. Я люблю не выходить из машины, если честно. Села, дала денежку, меня заправили, и я уехала. Вот когда надо выходить, саму себя заправлять, обычно это в выходные дни происходит. А если с картой ты платишь, то уже нужно выйти. Вот это я не люблю. Лень линцкая. Кстати, еще хотела сказать, что перенесли немного сдачу квартиры нашей. На неделю еще перенесли. И как раз эту неделю, вы представляете, я уезжаю. То есть я планирую уехать. Я не знаю, уже как-то хочется перенести встречу. И, в общем-то, пока что на сегодняшний день вообще нет никаких вариантов. Я поеду, и сдача квартиры произойдет без меня. А я потом приеду, в течение 10 дней мне нужно будет забрать ключи, подписать договор, вот этот прием и передачи, ключей. И если я успеваю до 10 дней все это сделать, то все, что рабочие там накапало, да, у них по счетчикам, оплачивает компания. А если я не успею в 10 дней, то оплачиваю я. Представляете? Я говорю, что это за несправедливость такая. Это не по моей вине главное, что, да, на неделю перенесли. А я уже планы настроила, уже поехать куда-то. Так бы, может, совсем другую дату выбрали. Вот. Ну, в общем, не знаю, как все будет. Буду держать вас в курсе. Если что, попрошу, чтобы мама поехала. Она все может сделать за меня, в принципе, и получить за меня. Просто хотелось самой на этом празднике побывать, вручение ключей. Все-таки такая первая серьезная покупка. Я покупала уже квартиру, я же как эту купила? Продала ту, да, свою. Но там не было никакого праздника, никакой сдачи. Я тоже брала в новостройки, то есть я пришла в сырую квартиру, там уже с ремонтом совсем я купила, я въехала в свежую. Вот. Но там не было никакого особого вручения ключей, просто пришли, договор подписали, купила и все. А здесь, так как это ЖК, здесь уже все очень масштабно, красиво. И, конечно же, мне бы хотелось побывать, все это вот, именно вот эти ощущения все испытать. Очень хотелось бы. Но, возможно, это сделает мама, и я попрошу ее, чтобы она поснимала. И я вставлю вот в видео выдача ключей там, и все такое. Вставлю. Вставлю, короче. Ладно, поехали, хватит болтать. А, она мне помада. Блин, столько всего вам хочется сказать. Я несколько дней не снимала влог, снимала другие видео, и просто я соскучилась за вами. У меня столько информации. Купила помаду, стояла ли себе. Я вообще, на самом деле, давно не заходила в магазины, чтобы где-то что-то вот прям купить себе, да. Потому что у меня полно помад. Я заказываю Фиберлик, заказываю... Где еще я заказываю? А, присылают бьюти-боксики какие-то. Короче, у меня дофига разных помад. И Арифлейм недавно дарили. И, в общем, меня все устраивает. Они даже не успевают заканчиваться, потому что любимых, на самом деле, из всего многообразия помад. Любимых просто по рукам посчитать. А, с магазина, с моего помады, набор, да, офигенный. И тут я зашла в магнит, и что-то ходила-ходила. Главное, я выбираю что-то, чтобы видео вам снять, да, на второй канал, там, на первый. Думаю, что-то прикольненькое, какой-то сделать обзорчик. И, в общем, прохожу мимо помад, вижу классную упаковку такую, все мне так нравится. И такие там трендовые, прям нюдовые цвета все. И я прям такая зависла там. Думаю, нет, не бери, не бери. 277 рублей стоит помада. Не бери, не бери. У тебя же полно помад, и цвет такой вроде есть. Ну, в общем, я не удержалась, и взяла вот этот нюдовый цвет. Он мне очень понравился. Stellar 07. 07 номер, да. Ну и 08 классный, там и 09. Я бы их все взяла на самом деле. Вот. Ну, в общем, если интересно, что за помада, это Stellar 07. Какая-то там кремовая, что ли. Но она матовая. Короче, классная. А я все думала, как вам мой образ показать? Просто надо искать большие зеркала. Сейчас зашла в Дикий Нварь. И попрошу сумочку, которая мне очень нравится. Сейчас покажу, как она сюда идеально бы подошла. Смотрите, вот эта сумочка. Мне так нравится. Ее даже уже не стоит. А я смотрю, она не стоит у вас. Она же на витрине раньше прям стояла. Смотрите, как она сюда подходит мне. Хочу эту сумку. Очень хочу. Но я не могу ее купить в этом месяце по определенным причинам. Поэтому я надеюсь, что она не купится, а я ее куплю в следующем месяце. Такая была бы я крутая чека. Как вам, скажите? Нравится? Супер же? Пупер. И я вот уже четко знаю две сумки, которые я хочу. Одну я хочу вот эту серебристую, Дикин Вай. а вторую фурла бежевую. Такого размера, как раз не мини, а такая она. Чуть-чуть больше мини. И цвета знаю, и цены знаю, все знаю. Этот месяц просто очень насыщен. Это сдача квартиры, все дела. О, так, гардеробная. И поэтому, блин, ну, как бы можно позволить, но это будет пыш, как говорится. Пыш. Это будет транжиринг настоящий. Поэтому не могу. Не могу. Все деньги на бизнес, на квартиру и так далее. Ну что, я присела. Заказала себе кофе в Старбаксе. У них, оказывается, есть кофе безлактозное. Как раз таки мне же безлактозное нужно и полтора процента жирности. То, что мне нужно вообще в моем положении. Музыку все громче, громче включают. Иди красиво. Тебя снимает скрытая камера. Пошла, пошла. А вот она, она в Стейншо. Привет. Красивая такая. В челябке. Чтобы крови сделать. Да, супер. Ну все, давай заказывать, будем кушать. Ты мне будешь снимать все время? Да. Ладно. Довари, Чань. Да я жучу. Что же мы съесть? Нет. Я тут рассказывала просто, что да, я заказала, я заказала себе киноа каша. И с кашей, и с кашей мы берем углеводы, поэтому два раза в день нужно есть кашу. Это хорошо. 18%. 18 грамм на 100 грамм. Это много? Да, это самая полезная вообще из круп с содержанием белка. Киноа это самое-самое большое у нее содержание. Его, короче, советуют прям да, да, мне можно кино. Вот я кино заказала, я заказала на груди, на груди, на пару индейку и еще салат из свежих, потому что мне уже на пару овощи вот здесь вот сидят. Я уже не могу. Сейчас мы покушаем и, короче, будем снимать. Так, вот что себе я заказала. Это моя индейка на пару, это кино, как красиво выглядит. Потрогаем. Горячая. Луки чистые, мыло. И салатик мне сделали. Так, а ты что взяла? Я не знаю, тортилью какую-то вкусную. Что-то вкусненькое. Ой, кстати, Полина тоже что-то такое брала в прошлый раз. Вы прямо с ней похожи. Ну что, сижу в примерочной и жду Настю. Мы уже сняли половину ролика, сейчас она доберет образы и придет переодеваться, я ее буду снимать, как она переодевается. А потом я для вас сниму видео. Точнее, она меня снимет для вас. В примерочной так жарко, я только зашла, и мне уже жарко, хотя я не скажу, что я тепло одета. Ой, крохи мои, ну вот и все. Сейчас попрощалась с Настей. Офигеть просто. Ну, честно говоря, не просто для меня снимать вот эти шопинг-влоги, переодеваться по несколько раз, там жарко в примерочной. И, конечно, не знаю, не знаю, как я буду дальше снимать или нет, зависит от ваших комментариев под этим видео, понравится вам или нет. Может, я чуть-чуть полегче немного формат, чтобы не кто-то меня снимала, я сама себя снимала, я типа, сама себе тихонько снимаю, веселюсь с вами, да, в примерочной. Может быть, так было бы попроще. Ну вот. Все, Настя уехала, я сейчас иду, возьму свой пухан, что-то, краски для своих волос. Но я смотрю, что у меня так естественно отрастают корни прям плавно, что может быть и не стоит сейчас красить волосы, чтобы потом опять корни отрастали. Может, вообще свой отпустить средь волос. А, я же еще подстричься хотела. Горячими ножницами. Не могу нигде найти, представляете? Я начинала лазить, ищу такая стрижка горячими ножницами. И в итоге что-то я не могу найти, и забиваю, и переключаюсь на какие-то другие дела. А еще я взяла водичку, а она холодная. Я хочу пить, но у меня болит горлышко, и я бы не стала пить холодное, а то точно заболеет. Ой, боже мой, там куча детей. Сейчас надо забрать свои вещи. Вот это я попала. Бежала домой, представляете, сняла для вас видео фикс прайс новиночки, которые у меня. И, блин, все уже, все сделала, все сняла, радуюсь. И, в общем, для обложки начала там подготавливать, там все красиво сделать. И у меня разбилось зеркало. Представляете, так обидно. Я сейчас вот хожу, во-первых, обидно, что это новая вещь, которую я купила в фикс прайсе, новинка, такая приколюшная, такая дешевая вообще, счастлива просто. Разбилось зеркало. Это раз расстройство, второй момент, это осколки. Хорошо, они не сильно так, знаете, прям раскидались по всей квартире. Вроде все подмела, но теперь хожу, и у меня на измене. Сейчас за малым пойду в садик, я все время боюсь, что, может быть, он найдет какой-нибудь осколочек, который где-то далеко запрятался, и чтобы не порезался. Вот за это переживаю больше всего. А, кстати, по поводу, я в видео, когда снимала, я уже сказала, что я не верю в приметы. И вообще, мне кажется, что какие-то приметы, которые плохие, они там могут быть какие-то логические. Ну, если там черная кошка перешла дорогу, это какая-то немного нелогическая для меня примета, там типа все будет плохо. С чего? Что у нее черный цвет? Или что кошки и дорогу вот так не переходят? Ну, то есть вот в это я не верю. А вот, знаете, там типа разбилось зеркало, плохая примета. Ну, как бы для меня эта примета логическая. Конечно, она может быть плохая, потому что первое, нужно тратить деньги на зеркало новое. Как бы, да, уже, блин, не каев. Второй момент, что осколки, даже стекло разбилось или зеркало, да, осколки все эти, они реально могут раскидаться по квартире, и вот это вот как бы к плохому, если ты порежешься, пока ты будешь собирать эти осколки, ты можешь порезаться. Вот мне кажется, это типа к этому имелось в виду, что плохое. Это не в глобальном смысле, что зеркало разбилось, все трындец какой-то произойдет. Нет, а это скорее всего к тому, что можно порезаться, пока будешь убираться, или зеркало новое покупать. Вот для меня это такие логические приметы. Что думаете по этому поводу вы напишите в комментариях, а я пока побежала за малышом. Привет, мои хорошие, доброе утро. На улице погода вообще не очень, слякотно, сыродно. Я бегу сейчас, у меня, блин, суббота, обычный день, конечно, отдыхаю, но сегодня я не отдыхаю, потому что сегодня день рождения моего племянника, а я уже записалась до этого на реснички, поэтому сейчас я бегу, превращаю свои реснички в пушистые, красивые, окрашенные. Потом я бегу за малышом, за своим, потом мы едем в другой конец города на пати, там сестра моя уже подготовила для детей что-то интересненькое, вот, будут веселиться они, и все это плотником, я даже опаздываю, они в час где-то начинают, а я только часа в два или в три приеду, в общем, до пяти вроде собираются быть, потом я отвожу, мама приехала уже, потом я отвожу ребенка маме домой, и вот у меня будет только свободный вечер, когда я смогу отдыхать, я бы хотела сегодня, может быть, в кино сходить, такое все, и, в общем, я закончу влог уже, вот сейчас день рождения сниму, покажу вам, да, и вот вечер проведу, и все, наверное, заканчивать буду этот влог, и, скорее всего, влогов уже не будет, я уже уеду, уже уеду, а может быть, будет влог, точно не знаю все, будут ли какие-то события, я просто планирую всю следующую неделю прям тупо снимать, 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 чтобы пока меня не было, вы смотрели видосики интересные, и не скучали без меня, и даже не заметили, что я уехала, а некоторые спрашивают, куда я уезжаю, я уезжаю к любимому, сынам, естественно, 12 числа, 12 декабря, у нас 5 лет, 5 лет мы в его день рождения, 12 декабря, познакомились, вообще, просто первый раз услышали друг друга по телефону, и с этого первого дня не было ни дня, чтобы мы не общались, мы не расставались, то есть, все, то есть, в тот момент, все, произошла связь, такая судьбоносная, поэтому для нас 12 декабря очень такой знаменательный день, плюс это день рождения моего любимого человека, поэтому мы едем с сыном к нему, вот, и потом возвращаюсь, ключи получаются, ключи получу потом, я, к сожалению, не буду на вручении ключей, но я попросила маму сходить под уверенность, и она все получит, и какой-то праздник там, может быть, будет, она отснимет, и я вставлю потом в видео, где буду показывать, какую квартиру нам сдали, да, вот как она выглядит, вот именно, что там у нас, что есть, чего нет, что нужно будет сделать, в общем, будем вместе над этим работать, а сейчас осталось у меня, о, 20, 23 минуты, и мне нужно доехать до центра, благо, центр рядышком тут у меня, вот, я на самом деле только проснулась, час назад, в общем, все, едем, реснички мои, реснички мои доводим до дела, иду ем, батончики бомбар, кстати, я заказала на Азоне, по вашим советам, очень много всего, там на 3,5 тысячи, заказала себе еды всяких, печенек, ну да, вот это бомбар, на самом деле, девочки, ну реально, самые вкусные батончики, вчера мы с Полиной, когда шопились, там был какой-то, ну, то есть я уже была голодная, мне нужно было что-то съесть, и там есть правильное питание, и там были батончики какие-то, протеиновые, я взяла, откусила, такого говна я еще не пробовала никогда, а это последний батончик, кстати, мои батончики надо сегодня забрать, блин, еще посылку надо забрать, блин, может, мне кажется, я не успею на день рождения, если честно, все, мои хорошие, сделали реснички, они получились у меня в этот раз еще гуще, потому что у меня выросло много новых ресничек, мне мастер сказала, я уже, кстати, записалась на декабрь, на 25 число, как раз я вернусь, я проходила со своими ресницами до этого, целый месяц, представляете, я думала, две недели или три, нифига, целый месяц получилось, и вот если сегодня, в начале месяца я сделала, первое число, да, то я записалась на 25, думаю, будет самое отличное перед Новым годом, на декабрь нужно записываться прям заранее, потому что плотненькая запись, потом вообще невозможно будет записаться, все, сейчас я побежала, надеюсь, я успею вести, а еще я только что узнала, что оказывается, в этом салоне еще делают стрижки, окрашивание, просто раньше не было, и брови, а я все думаю, кого брови сделать, кого найти, блин, в моем салоне делают все, вообще супер, надо с ними будет пообщаться, по поводу бровей, и мне девочка сказала, администратору надо написать, она сказала, что прям бровисты хорошие делают, а я хочу покрасить бровки, чтобы мне оформили тоже перед Новым годом, я их в основном крашу сама, да, но вот как-то хочется, чтобы перед Новым годом оформили все хорошо, так, сколько у нас времени, где мой телефон, давайте посмотрим, сколько он, а, вот, вижу, ой, как хорошо мы закончили, 13.30, 13.30, у них только полчаса вся вечеринка идет, все, я мчу, кто-то разбросал все игрушки, кто это разбросал все игрушки, это жопка моя, она маленькая, ты куда зарезала жопка маленькая, такая жопка маленькая моя, тададам, тадам, сейчас на день рождения пойдем, собирайся, короче, мне кажется, что я вам ни хрена не засниму, вот, пожалуйста, дыдечка, помаши всем привет, скажи, привет, нет, не хочет, короче, мы пришли, такой ажиотаж, там кучу народу, кучу людей, у меня уже голова к рукам, он еще туда не заходил, он заходил в туалет, в туалет на втором этаже, потому что на третий не работает, воды нету, и, короче, голова сломана, и я надеюсь, что сейчас это пройдет очень быстро, потому что, вот, в такие места, я, честно говоря, очень не люблю ходить, особенно выходные дни, там, дни рождений, 1500, короче, если удастся что-то снять, я сниму, но, не обещаю, давайте, давайте, тащите, у всех есть, да? Давай, начиная, иди к маме, садись, давайте сам, уху, так, еще одна развлекушечка, вот такие, о боже, они еще на стену залазят, прикол, садись, иди к маме, к маме, иди к маме, иди к маме, иди к маме, ПЕСНЯ Ну вот так вот, мое чудо. Спит. Спит, а моя шучка моя. Нарезвился так, что просто глазом не поведет. Сейчас вот на маме уложим, и я гулять. Нифига себе, представляете? Просто посредине проспекта. Смотрю пробка, думаю, что за фигня. А сейчас вдалеке вижу, что там пипец какая фигня произошла. Сейчас мы подкрыдемся с вами, посмотрим. Что-то жесткое вообще, потому что просто два ряда задействованы, и мы через один. О, кошмар. О, боже. Упал катер. С машины, что ли? Офигеть. Офигеть. Просто распластался по дороге. Главное, чтобы все целы были. Вот это самое, блин, важное. А, он походу тащил. Блин. Он ехал. Да? И цепка, по-моему. Или что тут? Что за фигня произошла? Непонятно. Две машины. Может быть, он ехал и... Да? Как-то ехал, его подрезал кто-то или еще что-то. Ну, как бы, да? Из-за того, что... Блин, офигеть. Я надеюсь, что все целы. Все, пришла покушать. Сейчас поем, выйду, расскажу вам, что со мной приключилось уже за все это время. Иногда, знаете, моя чуйка, она мне говорит. Вселен, может, отменить все? Может, не стоит? Ну, как бы, вот такие мысли, да? А, ну, я иногда ее не слушаю, как бы, и все равно иду и делаю то, что там надо. Ну, например, там, день рождения, надо же прийти, да? Хотя я понимала, что это будет просто жесть. Я в итоге заскочила на два часика, да? И эти два часика мы даже толком не пообщались. Ребенок весь капризничал, я вся нервничала. И, короче, вообще, честно говоря, лучше бы я приехала в гости на следующий день и спокойно провели время. Вот, короче, я на самом деле перенервничала. И сегодня не просто день, на самом деле день сегодня такой. Аварию мы с вами встретили на дороге, да? Потом у меня упала камера, да? Потом я пришла на Озон за своими посылочками, а мне начали искать. Короче, там пришли по моему номеру посылки, три посылки, но на три разные фамилии, мужчины и женщины. И в этих посылках то, что я уже месяц или полтора назад получила, то есть те же самые продукты написано, да? Короче, в общем, запутались, я не знаю, минут 40, наверное, мы там стояли, выясняли все это. А потом девушка просто увидела, что на самом деле мне получать не у них на Озон, а на почте России. И да, я получала просто раньше в пункте выдачи на Озон, а в этот раз решила опять на почте получить. И вот такой, короче, облом, мне стало стыдно, я извинилась, ушла. И, короче, я надеюсь, что пока будет без приключений все, потому что это какая-то жесть. Сейчас я иду в кино, в форт против там чего-то, я уже забыла. Вот, хочу посмотреть, мне сказала Настя, что классный фильм. И хочу взять соленый попкорн, вроде его мне можно. В общем, я отдыхаю, отхожу от сегодняшнего дня вообще. В общем, мои хорошие, я посмотрела фильм Корп против Пирари, теперь-то я не забуду. Две эти машины. Я не хочу спойлерить, не хочу красть впечатления. Просто могу сказать, что это один из самых лучших фильмов, которые я посмотрела за последнее время. Я испытала бурю эмоций. Фильм Кайф, и я просто всем рекомендую его высмотреть, абсолютно всем. И неважно, любите вы машины или не любите, любите ли вы гонки, или вы не любите гонки. Просто фильм крут, круто снят, офигенные актеры, просто все до мелочей. Продумали. Ну, лично, короче, у меня просто 10 с плюсом. Обязательно сходите. Кстати, и еще я так поняла, что этот фильм основан на реальных событиях. Вот. И от этого еще круче. И, кстати, актеров так подобрали, что они очень-очень похожи на оригинал. На тех, которые были. Ты свинюха. Ты свинюха. Ты свинюха. Ты свинюха. Как делать свинюха? Ты свинюха. Дэй, ну что, ты подстригся? Иди сюда, да? Сегодня нормально, кстати. Не так уже кипишевал, потому что я с ним прям сидела. Прям сидела. И еще мы подстриглись под машинку очень быстро. Просто за 4 минуты. Красавчик? Ты красавчик? Тебе конфетку дали? Молодец. Ты молодец. Походи. Смотри, бабушка. Включай свет. Бабушка, смотри. И шапку. Та-дам. Ух ты. Ух ты. Короткая стрижка какая у тебя. Зато ничего мешать не будет. Решила сделать себе омлетик с... Я много с чем хотела, с помидорчиками, но у меня остался один только. И уже его надо приготовить. Болгарский перчик красный. Сейчас добавила капельку оливкового масла. Сейчас вот обжарю 5 минут. Это в мультиварке я готовлю. На 130 градусов здесь. Температура 5 минут. Сейчас все это как бы такая, как бы обжарю, типа обжарю, да. На самом деле оно толком не обжарится, температура невысокая, нормально. И залью все это 3 яйца. Сделала вот здесь 3 яйца и добавила кокосового молока немножечко. Все это перемешала, посолила. И вот это все залью туда, накрою крышкой 10 минут, оно будет готовиться потом. Вот. И зеленушкой посыплю. Мне кажется, должно быть очень вкусно. А вообще я сегодня снимаю вам видео целый день. Время уже 2 часа, честно говоря. Я все снимаю, снимаю. Но я сейчас проголодалась, надо поесть. И так как дома ничего нет, понедельник. Я сегодня уже с утра поехала на почту, получила свои посылки, потому что там было кокосовое молоко, чтобы быстрее выпить молока, потому что молока не было, ничего, короче, нет. Дома ни мяса, ни овощей, ничего нет. Поэтому мне пришлось сделать заказ. И я заказала себе и на обед, и на ужин уже еду с доставкой. Но она будет через 90 минут где-то. Я заказала себе пить кофе. Я там всегда ем. Там на пару есть, в общем, овощи. И на обед заказала индейку, а на ужин заказала рыбку. А сейчас на завтрак я сделаю себе вот этот вот омлет. Режим жарки в мультиварке, чтобы вы понимали, он вообще супер бережный, как будто не поджаривает даже. Всё, вливаем, в общем, наш омлетик. Сейчас я его чуть-чуть распределю чутка, чтобы всё ровненько было, потому что мы не мешаем. И с закрытой крышечкой мы его готовим. Оставшиеся 10 минут осталось. Ещё у меня вообще есть такая проблема в последнее время. Я заметила, что если я куда-то окунаюсь, ну, с головой, да, допустим, я могу залезть в Инстаграм, и всё, то есть я ничего не вижу, не слышу, всё забыла. Мне нужно сделать. То-то в Директ залезла, там куча-куча вопросов, потом какой-то там может быть вопрос, и там то, что тебе нужно куда-то залезть, и вдруг ты куда-то залезла. Ну, допустим, какое-то видео мне надо скинуть, и вдруг я куда-то залезла и увидела, что там кое-что надо доделать. И, короче, вот так вот меня может бросать из стороны в сторону. Я просто могу забыть, что я вообще поставила что-то на печку. И уже несколько раз, то есть было такое, что, допустим, я воду поставила для каши, а вода вся выкипела, и я такая, что за запах, что за запах, начинаю переживать, и оказывается, у меня уже пустая сковородка стоит на плите. Вот, это раз момент был такой. Потом у меня как-то каша подгорела, то есть тоже уже по запаху я определяю. А на самом деле я просто окунулась куда-то, и всё, то я снимаю, забыл, и просто вылетает из головы. И поэтому я для себя поняла, что для меня мультиварка – это просто номер один, когда ты закидала всё, поставила на нужный режим, и всё, и не паришься. Оно запикало, когда готово, и когда у тебя появилось время, ты пошла и всё поела. Поэтому мультиварка, мне кажется, вот для таких, как я, просто необходима. Вот последний раз, я же говорю, у меня выкипела вся вода, я тут испугалась, я говорю, мама, что пахнет, выключи фен, я думала, фен не дело, она малого сушила. Она говорит, у нас всё нормально. Я такая, да ты слышишь этот запах? Смотрю на печку, говорю, блин, да я же воду поставила. В итоге я попросила её кашу мне сварить. Я говорю, мама, может, я сейчас ещё раз поставлю воду, и просто опять, блин, забуду. Я себе не доверяю уже. Поэтому мультиварка для меня – это спасение, и я просто даже, даже, короче, вот и не буду на печке готовить. Мне нельзя. Ну что, мой омлетик готов. Я ещё посыпала его сухой зеленью, петрушкой и укропом, потому что свежего нет. Сейчас достану, покажу. В общем, вот такая вкуснотища получилась. Сейчас попробую, зацени уж в полной мере. Всё, поела. Кстати, очень вкусно получилось. Чувствуется кокосовое молоко. Лучше, конечно, делать, наверное, на соевом молоке, потому что кокосовое, оно немножко сладенькое, и вот отдушка была такая, немного такая, знаете, сладенькая. Вообще, омлет самый лучший, готовится это в мультиварке. Он такой нежный, воздушный, классный вообще. В общем, всё, пошла работать дальше. Девочки, 662 рубля. Обед и ужин мне. По-моему, это очень даже нормальная цена. Ух ты, они даже мне индейку порезали, смотрите. В общем, по 30 грамм овощей я везде взяла. И вот порция идёт у них, по-моему, 70 рыба и 100 индейка. Вот, обед и ужин. Очень удобно, кстати. Мы застряли с Даним в лифте. В первый раз в своей жизни. Очень интересно, я так снимала, да, что нифига не видно наших лиц. Вот они мы. Вот они мы. Видно теперь нас? Мы сидим, кукуем, ждём хеллпера. Даня на самокате. Видно нас, я не знаю. Я не вижу камеры просто. У меня фонарик только с другой стороны, поэтому я снимаю себя просто вслепую. Я звонилась в экстренную службу 1-1-2. Девушка оперативно ответила, сказала, что сейчас передаст в службу лифтовую, лифтовую, и типа там они ещё куда-то передадут, и должны приехать и нас вытащить отсюда. В общем, сидим, ждём. Мы вот уже присели. Мама, сидим. Присели, потому что уже на корточках нет сил сидеть. Уже прошло минут, минут так 15 точно, 20. Сидим. Да? Тебе нравится очень? Не нравится. Не нравится. И мне не нравится нифига ситуация. Позвонили нам сейчас из службы спасения. Сказали, что всех опустили, все в курсе, что к нам едут. Спросили, не нужна ли медицинская помощь. Нужна нам помощь? Угу. Ну, нам такая нужна, медицинская не нужна. Вроде справляемся. Денька молодец. Не испугал, что свет, что выключили как-то весь мир хорошо. Ещё мама дозвонилась охраннику. Говорит, примите меры, там всё дела. Ребёнок, трёх лет, тут, в лифте. Чё-то говорят. Мы! Мы вот на восьмом этаже. Что-то я пыль! Отходи, Денечка, сейчас дядя нас будет спасать. Ну, как уж. Я, главное, не поела. Кофе не попила, я голодная. Хорошо, блин, Деньке? Деньку сводила в туалет утром и печеньками уже накормила его с утра. Денька. Кашку не нагреть? Воды нет? Ой, воды. Ну, я имею в виду, не нагреть. Пока. Ой, мамочки. Боже, держись, День. Так, мы должны быстро выскочить. Так, Деня, быстро, быстро. Ой, страшно. Всё, вы... Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, мне нужно. Вот наш первый опыт. В спасение я сейчас позвонила и говорю, вот заявка. Она такая, да, да, к вам едут. Я говорю, ну, можете отменять. Говорю, у нас охрана выпустила. Вот. То есть, а он куда-то наверх. Где-то там сверху подцепил, открыл чуть-чуть лифты. Мы вышли. Ну, Денька хорошо себя вёл. Молодец. Сейчас я просто очень голодная. Прошло 25 минут. И завтрак уже... Как раз я на завтрак его вела, чтобы там быстрее. Потому что я нагреть кашу не могла. И чтобы там его покормили. Ну, естественно, завтрак прошёл. Сейчас я спрошу. Покормят нас или нет. Ну, в смысле, его. Вот. Короче, вот такой вот первый опыт. Хорошо, что не так страшно, как мне казалось. Короче, всё. Отвела Деньку в сад. Снимаю всё на телефон, потому что это экстренное. Такой. Понятно, блин. Я вообще уже влог закончила. Короче, мне кажется, что это один из самых лайтовых, на самом деле, вариантов застрять. Чтоб всё спокойненько, что ты ни с кем неприятным и странным не застрял. Хотя, если ты с кем-то прикольным застрял, там, с девочкой, например, да, какой-то, или интересной личностью, то это очень сближает соседей. И есть о чём поговорить. И время за трёпом очень быстро летит. Главное, чтобы не паникёр был какой-то, а наоборот лучше. Который панику... Ну, спокоен, короче, человек, чтобы был. Вот. И... Конечно, ещё лайтовее, это когда просто консьержка или там охранник нажимают на кнопочку, и лифт ещё работает. Лучше консьержка. Чтоб я себя нажала на кнопочку, и лифт ещё работает в сутки. Вот. Так я говорила, что это у меня в новом доме, так должно быть. И... Напишите ваши истории, как вы застревали лифте, сколько раз. А может быть, кто-то вообще ни разу не застревал, как и я, вот мой дебют в 30. Представьте, да? Хотя всю жизнь я прожила в доме, где нет лифта, но я ездила на лифтах в принципе не так много, я вам скажу. С моим опытом... А, подожди, я в Москве жила. В Москве почти везде лифт был. Нигде никогда не застревала. В общем, напишите свой опыт, поделитесь, будет интересно, потому что мне кажется, интересно, какой в комментариях будет самый трэшовый вариант застревания. Сколько там можно просидеть вообще в лифте, да? И как в итоге вылезти? И по какой причине вообще можно так долго просидеть, что там делать, если ты голодный, если ты, например, не поел, вот как я с утра, если ты в туалет хотел. У меня на самом деле галочка, что в лифт не садиться, когда ты очень сильно хочешь в туалет или что-то у тебя не так, лучше пешком пройтись. Реально не угадаешь, когда могут реально вырубить, да? И если тебе там плохо или еще что-то, а ты в лифте сидишь, это может еще хуже повлиять, да? Просто ты там в туалет хочешь или ты очень голодный, с детьми так вообще пипец, да? Прикинь, маленький ребенок, ты, например, его домой с гулянки тащишь быстрее, чтобы накормить там или уложить, или что-нибудь у него там болит. Ёптель-муптель, и ты застреваешь в лифте. Это трэш, наверное. Мне кажется, мать там готова разнести, сквозь стены пройти. В общем, жду ваши комментарии и заканчиваю теперь влог. Люблю.